Рынок недвижимости в Казахстане продолжает расти. Какие города в лидерах по купли-продаже? Что будет с рынком жилья до конца этого года и будет ли резкий скачок цен? Обо всем подробнее в обзоре деловых новостей расскажет моя коллега Алия Битова. Алья, тебе слово. Спасибо, Диас. Да, начну с того, что в целом на рынке недвижимости наблюдается небольшой рост цен. За полгода повышение цены на новое жилье не достигло 3%. А вот вторичка поднялась почти на 5%. При том, что в разных регионах показатели сильно отличаются. Наибольший рост цен на вторичное жилье отмечается в Атырау с ростом на 17%. Также заметно подорожало жилье в столице на 12%. В Алматы же цена поднялась лишь на 2,2%. Самые высокие цены за квадратный метр нового жилья в Астане свыше 580 тысяч тенге. В Алматы около 570 тысяч и в Шимкенте 435 тысяч за квадрат. На вторичном рынке квартир цены сложились следующим образом. За квадратный метр в Астане порядка 640 тысяч тенге. В Алматы 594 тысячи и в Атырау чуть выше 440 тысяч тенге. А вот что касается аренды жилья, цена в целом по стране за последний год выросла на 4,2%. В основном стоимость аренды подорожала в Петропавловске на 23%, в Караганде на 22%, в Шимкенте и Астане около 21%. При этом в Алматы зафиксировано годовое снижение на 5,2%. Самая дорогая аренда благоустроенного жилья остается в Алматы, Астане и тройку замыкает Караганда. Мы поинтересовались у экспертов, стоит ли ожидать снижение цен на аренду жилья. И вот что нам ответили. Давайте послушаем. Ежегодно Алматы прирастает порядка 50-70 тысяч новых горожан. Соответственно, эти люди не могут сразу купить квартиры, они эти квартиры арендуют. И я не вижу, чтобы у нас стоимость аренды падала. Я думаю, что она будет только расти. И в этом плане, я считаю, очень привлекательны становятся инвестиции в недвижимость для аренды. Али, а как обстоят дела с количеством сделок по купле-продаже? В каких регионах жилье пользуется наибольшим спросом? Диас, в целом статистика показывает, что самым оживленным за последний период стал август 2024 года. Количество зарегистрированных сделок купли-продажи жилья по стране составило чуть больше 40 тысяч. Около 32 тысяч квартир продано в многоквартирных домах и порядка 9 тысяч продано частного жилья. Больше всего сделок совершено в Астане, Алматы и Карагандинской области. Меньше всего покупали жилье в области Улытау. Но это данные по квартирам. А что касается частных домов, то чаще всего их приобретают в Казалардинской, Павлодарской и Жамбулской областях. При этом многие желающие купители продать недвижимость часто откладывают решения, ожидая выгоды от колебаний рынка. Свой совет по этому поводу дали эксперты. Если задаваться вопросом, стоит ли покупать недвижимость сейчас, либо позже, то я считаю, что нужно покупать сейчас. Есть несколько факторов для этого. Первое, это то, что Акимат запретил точечную застройку. И теперь застройщикам нужно строить комплексно. А комплексно у нас есть земля только на окраина города. Поэтому недвижимость будет в центре города строиться меньше. Поэтому, соответственно, что недвижимость будет в центре города обязательно дорожать. Следующие два фактора. Это первое, что правительством принято будет, хочет ввести такую поправку, что обязательно страхование при покупке недвижимости. Я считаю, что это один из факторов, который повлияет на рост недвижимости. И второе, со следующего года уже я видел, включили поправку в налоговый кодекс о том, что при покупке недвижимости должны включить НДС 12%. Стоит отметить уже закономерно то, что осенью, после окончания сезона отпусков и с началом учебного года, спрос на жилье традиционно показывает рост. Как на рынке покупки недвижимости, так и рынке аренды. Что касается двух главных городов страны, по словам экспертов, в Астане, которая стала магнитом для миграционных потоков, цены могут расти быстрее, нежели в других регионах. А в Алматы цены поддерживаются сниженным количеством вводимого жилья. Ограниченные спросы и высокие цены, вероятно, будут сдерживать рынок. У меня на этом все. Диас, тебе слово. Спасибо, Алья, за подробную информацию. А я напомню, ситуации на рынке недвижимости нас ознакомила моя коллега Алья Абитова.